Приветствую, уважаемые коллеги, это аналитика компании Техмил и с вами я, Артур Изятуллин. Сперва хочу ознакомить вас с нашими спецпредложениями. Значит, на следующей неделе у нас состоится выпуск отчета по безработице в США. И есть у нас такая превосходная возможность заработать на эти деньги, на этом день. И, конечно же, при условии, если вы обладаете удачей и некоторым учитьем, значит, на сайте компании можете у нас найти такую акцию, называется она NFP, NFP, Non-Farm Payrolls, машина Техмил. Ну, все, что нужно сделать, это зарегистрировать счет и вот здесь на платформе VOOBOX, получается, оставить свой прогноз по тому, какой будет курс евро-доллару на 3 часа дня, то есть на момент выхода отчета по NFP. Значит, если вы в тот курс, который будет на это время, значит, размер приза составляет 500 долларов. Если ваш прогноз окажется ближайшим, получается, к тому курсу, который будет на 3 часа, вы получаете 200 долларов. Можно вот здесь видеть, что все честно, вот, пожалуйста, заработавшие 200 долларов, везунчики или, возможно, просто оракулы, да, будем так говорить, трейдеры оракулы. В общем, регистрируйтесь, пробуйте свои силы и удачу. Также есть у нас такая вот статистика, которую мы публикуем, трейдер месяц она называется. Также можете зайти, посмотреть, очень интересно взглянуть на то, как торгуют самые лучшие трейдеры в нашей компании. Видно, вот, сколько они зарабатывают на своих реальных счетах. Что самое интересное, самое ценное, наверное, для нас, для трейдеров, это выписка по счету, которую также мы публикуем, получается. Можно видеть здесь сделки, конкретно то, как изменялся equity, как изменилась прибыль. Можно, наверное, если хорошо покопаться, найти торговые сигналы или понять в своем торговой системе, которую использовала трейдеры. В общем, заходите, смотрите. Я, кстати, для себя нашел несколько вещей, которые мне понадобились в торговле, которые я использую. Как раз-таки вот на основе анализа этих сделок. Ну, а мы, значит, переходим к очередному нашему обзору, к рассмотрению новостей. А, значит, сегодня у нас вышел целый ряд интересных новостей по еврозоне. Это данные по ВП еврозоны завтра, квартал, данные по инфляции, получается. Отделенно у нас по странам еврозоны вышел ВП, по Германии, по Франции, по Испании, по Италии. Вышел нас и агрегированный показатель, квартальные изменения, изменения в годовом выражении. И вот показали данные в пятницу. Но прежде всего, что нужно отметить, это то, что падение ВП составило 12% в квартальном выражении. Это стало самым сильным падением ВП за всю историю, получается. С момента отслеживания этих данных, с момента того, как начал формироваться этот временной ряд, да, вот по еврозоне именно ВП, видно, вот, что 12% падения в квартал, вот, конечно, да, самое сильное падение за всю историю. Но, как мы знаем, рынки у нас живут в будущем, и в целом, как чиновники, так и банкиры из ЕЦБ, они предупреждали, что падение будет примерно таковым, поэтому рынок в целом никак на это не отреагировал, можно сказать, что это проигнорировал, концентрируется он сейчас на ожиданиях. И следует подчеркнуть, что перспективы более радужные есть, чем, например, у основного оппонента у США, поэтому динамика у нас в евро-долларе остается повышательной, что мы, как бы, и наблюдаем. В США у нас охвачены новой волной коронавируса, в еврозоне это не наблюдается, и, соответственно, поэтому перспективы роста еврозоней, конечно же, лучше, чем в США. Значит, выпуск в еврозоне у нас хоть и восстанавливается, есть у нас признаки восстановления в третьем квартале, но вот история с V-образным, V-образным отскоком у нас не находит подтверждения в реальности, поэтому мы будем отталкиваться лишь от того, как относительно США, относительно других экономик изменяется, двигается экономика ЕС, и на основе этого будем оценивать перспективы для Евры. Значит, разбираясь по странам, что произошло по странам, по отдельным еврозоне, не сильно различалось падение между ключевыми экономиками, такими как Франция, Германия и Италия. Значит, их потери, если вы покопаетесь в сегодняшнем календаре, они составляли примерно от 10%, вот у нас падение ВВП для Италии составило 12%, получается, в квартальном выражении. Для Испании, которая стала выбросом, она составила целых 18%, как мы видим, превысила прогнозы. По Франции у нас изменений оказалось чуть лучше ожиданий, здесь этих данных нет, они не показаны. В общем, что, какой нужно вывод сделать из сегодняшних данных по ВВП отдельно по странам, непрозумные. Собственно, в Испании оно, как мы видим, сократилось на 18%, и что самое интересное, именно в Испании произошло восстановление санитарных ограничений, вот этих ограничений, связанных с коронавирусом. И именно как раз таки в Испании мы видим большее падение ВВП, растут ожидания, что страна будет отставать по темпу восстановления от всего блока. И это еще раз подчеркивает зависимость, которая есть между динамикой распространения вируса и между тем, как экономика восстанавливается. Поэтому, опять же, из этого делаем вывод. Пока что в еврозоне мы видим более-менее стабильную ситуацию с вирусом, за этим нужно следить. У евро, будем так говорить, наличествует козырь относительно других валют, относительно долларов, которые охвачены, ну, США, у нас охвачены второй вот этой волной коронавируса в Европе. Это не наблюдается, и в этом как бы заключается этот козырь, да, относительно других стран, относительно США. За счет этого евро чувствует себя сейчас хорошо. Хорошо. В то же время, сегодня появились данные, которые указывают на то, что в третьем квартале более позитивная динамика намечается в потреблении. Это данные у нас по инфляции, которые появились. Вот эти данные по инфляции. Значит, широкий показатель у нас вырос на 0,4%. Получается, опередила на ожидание на целых 0,2%. Конечно же, это позитивный сигнал для экономики, для евро, потому что это основной макроэкономический показатель. За ним следует безработица, который преследует ЕЦБ. То есть, не сам показатель, а целевые уровни, да, по этому показателю. В общем, это, конечно же, снижает давление на ЕЦБ, снижает необходимость принимать какие-то экстренные меры, да, смягчать политику. За счет, вот как раз таки за счет того, что мы видим улучшение в инфляции. По базовой инфляции, которая у нас не включает продукты питания, не включает топлива, не включает какие-то волатильные компоненты, ну, то есть, те продукты, те товары, цены по которым меняются от места к месяцу очень сильно. А это у нас прежде всего топливо, да, которое может вырос на 10%, упасть на 10% и так далее. Видно, что в целом показатель хорошо держится, неплохо, да, вырос у нас на 1,2%. Выше прогноза в 0,8%. Значит, если посмотрим в динамике, что происходит у нас с инфляцией, вот так она у нас двигается, видно, что постепенно у нас рост происходит, и вот эти 3 месяца подряд у нас показатель инфляции, он превосходил у нас ожидания. Значит, это мы видим такую динамику в евро, потому что появляется ожидание, укрепляется, что экономика действительно лучше других себя ведет. Вот, естественно, США, например, да. Вот, но что еще нужно заметить? Если мы разбираемся в деталях, в отдельных компонентах инфляции, вот этой базовой, что самое интересное, я обнаруживаю, это то, что выросли цены за счет того, что сильно, достаточно сильно выросли цены на индустриальные, на промышленные товары, а это автоматически означает, что ситуация с экспортом, это болевая одна из болевых точек еврозоны, ситуация с экспортом улучшается, это, конечно, очень позитивный. Также сигнал по экономике еврозоны. С другой стороны, цены на услуги, инфляция на услуги, она у нас замедлилась с 1,2% до 0,9% она замедлилась. И это говорит нам о том, что потребительский импульс, который экономика начала набирать с ослаблением локдаунов, с фискальным стимулированием, получается, с мая, этот потребительский импульс затухает, и это, конечно же, неприятная новость. Один из факторов инфляции, такой вот очень неочевидный, для июля, это то, как в отдельных странах у нас происходил сезон распродаж, и происходил ли он вообще, получается, по странам блоку. Значит, в нескольких странах, таких как Бельгия, Италия и Франция, в них рост инфляции потребительский составил, он и больше, чем в других странах блока, они выделились относительно других стран, и именно в этих у нас странах произошло перенесение сезона распродаж, перенесление сезона распродаж на август, получается, и это, как мы понимаем, оказывает, сезон распродаж, естественно, оказывает дефляционный эффект на общую инфляцию, потому что, так как цена снижается, и это фиксирует статистический орган, естественно, это отражается в снижении инфляции, именно если происходит распродажа, ну, какие-то объявляются распродажи, так вот, они перенесены на август на таких странах, как Бельгия, Франция и Италия, и это, как бы, автоматически означает, что в следующем у нас месяце данные будут не настолько, скорее всего, хороши, как они были в июле, это будет сдерживать инфляцию в следующем месяце, нужно вот учитывать это, иметь в виду, когда мы будем ждать показателей в следующем месяце. В общем, в целом, да, вот эти данные, которые мы сегодня получили, они указывают, что риски для экономики ЕС, они смещены в сторону ускорения сейчас вот этих темпов восстановления, но, как я уже сказал, позитивные все перспективы, может легко перечеркнуть новая волна коронавируса, вроде бы появляются сейчас отдельные сигналы в Италии, кажется, и в некоторых странах еврозоны, что вирус набирает обороты, но пока нельзя делать вот такие выводы, потому что это изменение еще не приобрело характер четкого ускорения, пока, ну, вот единичные всплески, вам так говорить, вспышки, да, происходят, но вот эти позитивные перспективы в росте экономики, естественно, может перечеркнуть новая волна коронавируса, которую это наблюдается в Австралии, сейчас получается в Бразилии, в США пока вот еще не проявилось, в еврозоне, если это произойдет, если мы получим сигнал этого на следующей неделе, да, или вот в августе, то, конечно же, перспективы евро будут сильно нарушены, а пока что, ну, пока явных признаков ускорения заболеваемости в еврозоне нет, у евро-доллара, как я считаю, очень мало стимулов думать о развороте, планировать разворот, несмотря на то, что мы видим сегодня, оттолкнулся, получается, доллар у нас от минимума мая 2018 года, этот уровень 92.50 получается, развивает он сейчас бычий импульс, что, в принципе, очевидно, что участники как бы фиксируют прибыль, да, медведи после вот такого резкого падения, это нужно было, это должно было когда-то произойти, и вот такой вот уровень после затяжного падения, он достаточно комфортно выглядит для того, чтобы фиксировать прибыль, посмотреть, как будут дальше у нас развиваться события. И все равно, несмотря на то, что вот эта коррекция, да, бычья коррекция, фиксация прибыли, которая сейчас развивается, она нужна, потому что рынок должен как бы разрядиться, да, перед возможным дальнейшим снижением, и все-таки, на мой взгляд, пока ускорения признаков, точнее, признаков ускорения заболеваемости в еврозоне нет, можно рассчитывать, что повышательная тенденция в евро-долларе, она, скорее всего, сохранится. На сегодня у меня все, спасибо за ваше внимание, увидимся в понедельник.